В понедельник в зале администрации района прошу совещание под председательством первого заместителя главы района Руслана Емыкова об итогах призыва граждан на военную службу осенью 2015 года. На совещании присутствовали помощник прокурора Рустам Шикультиров, председатель и члены призывной комиссии, представители Центральной районной больницы, главы сельских поселений. Подвел итоги призыва осень 2015, а также затронул вопросы, касающиеся обеспечения и исполнения гражданами воинской обязанности, начальник отдела военного комиссариата Республики Адыгея по Геогинскому и Кашхабльскому районам Сергей Праздников. В основании указа президента Российской Федерации 4.93 от сентября 2015 года, постановление правительства 663, на территории Кашхабльского района проведен призыв пражданам 88-97 годов рождения. В целом призыв проводился в соответствии с федеральным законодательством. Непосредственно решения о призыве принимались и решения в отношении призывников принимались призывной комиссией Кашхабльского района, которая была создана распоряжением главы Республики Адыгея от 11 сентября 2015 года, номер 164 РГ. Работа призывного пункта была организована и проводилась в соответствии с требами руководящих документов происшествий и грубых нарушений в ходе призыва граждан на военную службу не зарегистрирована. Норма призыва, установленная военным комиссаром Республики, выполнена на 100%. Было отмечено, что в прошлом году было призвано и отправлено вооруженные силы, другие войска и воинские формирования всего 48 человек. 100% граждан отправленных в войска прошли подготовку по основам военной службы в образовательных организациях. 21 гражданин с высшим образованием. Вызывалось более 250 граждан на призывные комиссии. Не явилось 3 гражданина, 1,4%. Ну, значительно у нас увеличилось, что для нас минус. Это показатель, гражданам, которым не удалось установленным порядком вручить повестки. Таких у нас осталось 32 человека. Прочти 30% призывников были освобождены от призыва по состоянию здоровья или предоставлена отсрочка. Отсрочка предоставлена 76 человекам всего. Основная масса из них – это как обучающиеся в образовательных организациях и поменьше по состоянию здоровья. В своем докладе военком района подчеркну, что на организацию работы призывной комиссии выполнения мероприятий, связанных с призывом, положительно повлияли меры принимаемой администрации района. Это выделение технических работников, совершенствование оборудования призывного пункта. Сергей Праздников также отметил, что все администрации сельских поселений с заданием на призыв и отправку войска и обеспечением исполнения гражданами воинской обязанности в целом справились. В лучшую сторону отмечаются администрации Днатырбовского, Игнатьевского, Дмитриевского и Ямайского сельских поселений. Обеспечение исполнения граждан воинской обязанности в ходе призыва на военную службу в апреле-июле 2016 года остается приоритетной в работе всех заинтересованных структур. Так, подтверждением сказано является предварительный результат оповещения граждан о явке на мероприятия, связанной с весенним призывом. По состоянию на 25 марта, может быть, уже какие-то изменения произошли, но пока данные у нас такие. 298 граждан подлежит вызову на призывную комиссию. Основная масса оповещена. Мне удалось оповестить 72 гражданина. Это 24% от общего числа граждан, подлежащих вызову на призывной комиссии. Также в ходе совещания были озвучены результаты взаимодействия межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский с отделом военного комиссариата с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения исполнения граждан воинской обязанности осенью 2015, а также вопросы медицинского обеспечения осеннего призыва.